Здравствуйте, друзья! У нас в студии... Здравствуйте, меня зовут Юля. Юля, как голос громкий, молодец. Значит, у нас Юля. Ну, давайте, Юля, вы откуда вообще? Родом я вообще из Гродно. Беларуси. Из Беларуси, да. Последние, начиная с 17-18 лет, я переехала жить, учиться в Минск. Так что 7-8 лет я еще прожила в Минске. А потом переехали мы с мужем в Нью-Йорк. В 27 лет у меня. Есть ли какие-то вопросы по поводу возраста? Она не дает спросить. Она говорит, ты про мужа рассказала. Подождите, в Нью-Йорк вы попали? Да. В общем, те, кто сначала губы раскатал, замужем. Да. Но я, знаете, что думаю? Что все-таки на Беларуси же остались девчонки хорошие. Конечно, остались. В этом смысле надежда есть и надежда умирает последней. А Юлия, мы переходим к другой тематике. Приехали вы с мужем. Да. А муж постарше? На два года. Нормально. Приехали в Нью-Йорк? Да, приехали в Нью-Йорк. Было это весной 2014 года, то есть не так давно. Два года назад. Да. Юль, только я вот хотел уточнить, чтобы так выстроить картину. Вы образование какое-то получали? В Беларуси? Да. Да, получала. Какую? Я закончила Нархоз, Белорусский государственный экономический университет, но специальность у меня лингвист, ну то есть переводчик с английского и испанского языков. А зачем же в Нархозе-то? Было бы там каком-нибудь Иньязе? А у меня был выбор между Иньязом, Нархозом и БГУ, и я сделала выбор в пользу экономического. Да, потому что нас готовили как бы переводчиков в экономической сфере. А, то есть это есть специфика. Да, специфика, определенная тематика, терминология была. Теперь такой момент. Итак, вы как бы лингвист. Да. Что у вас там? Английский, немецкий? Английский, испанский. Испанский. Хорошо. Ну, я еще во время учебы учила другие языки побочно, начинала турецкий, начинала китайский, это все как бы португальский. А вам приходилось бывать в какой-нибудь испаноязычной стране? Может быть, вы на Кубе практику проходили? Я была в Испании. Ну, как там? В Барселоне. Понятно, что говорят вообще? Понятно. Ну, в Барселоне вообще своя специфика, то есть там язык каталонский, то есть там смесь испанского и французского. Это как у вас по-белорусскому там говорят? Понятно? Хорошо. Ну, да. Тонкости. Итак, значит, по работе вы что-то делали? В Беларуси? Ну да. В Беларуси я работала в страховании. То есть там есть такое? Да, есть такое. Я работала в Беларусском бюро по транспортному страхованию в системе «Зеленая карта». Я не знаю, что это такое. Ну, это система «Зеленая карта» объединяет, в общем, страхование европейских стран, России, Беларуси, Казахстана. «Зеленая карта» выдается, это как страховой полис для въезжающих иностранцев. Понял. А то есть там нет такого, что, допустим, кто-то приходит с клеймом? Или как у вас клейм называется? Клейм? Так на требование, да. Страховое требование. Страховое требование. Ну, реально выплачивали. Да, реально выплачивали. А жулья много? Ну, у нас очень строго все в Беларуси по законодательству, и там аж с собой не пожульничаешь. Все, хорошо. Теперь, то есть по мелочи не жульничают, только если по-крупному. Значит, муж чего делал? Образование какое у мужа? Как зовут-то? Мужа зовут Антон. Привет, передавайте ему Антону. Антону привет. Он смотрит наш канал. Да, обязательно. И как раз включает, а там… Мы ваш канал еще смотрели в Беларуси, находясь. А там Юля. Ну, хорошо. Значит, теперь… Муж образование художественное. Он закончил Беларусскую академию искусств. Еще он, когда мы были в Беларуси, он работал в игровой компании, в IT-компании в Беларуси, как художник. Digital Arts. То есть именно вот он… Минуточку, он кистью может или вот именно такой цифровой? Он все может. Ну, то есть он у планшейки… Вот он может здесь бумажку, например, и передать портретное сходство. Да, он не рисовал портреты. Да. Да, вы, наверное, его могли бы вдохновить. Вы его вдохновляете? Стараюсь. Хорошо. Так, подождите. Ну, это он там игры там обрисовывал. А тут? А тут вот сейчас уже тоже. Он недавнее время устроился. Вот как мы сюда переехали, я пошла на курсы. И он на следующий день… Да, так и есть. А, все-таки… Так и есть. Мы приехали в Нью-Йорк. Сюда он как попал. Он как узнал, что я собираюсь на курсы. Да. Летом. Я его поставила перед фактом, что вот так и так. Я собираюсь на курсы. В октябре месяц они начинаются. Поеду в Калифорнию. Буду там отсутствовать, получается, где-то около полугода точно. И, как бы, ты будь как… Ну, то есть, я поставила перед фактом. Ты вообще как к этому относишься? И он решил, что ему тоже нужно ехать вместе со мной в Калифорнию. И стал активно искать работу. Но, подождите. В Нью-Йорке он что делал? В Нью-Йорке он был графическим дизайнером. Он рисовал, то есть, как фриланс, с многими компаниями сотрудничал. То есть, он реально был занят по профессии. Да, реально был занят по профессии. И он что-то зарабатывал отличное там от трех копеек. То есть, он реально… Нормально. Ну, не то, что там много, но, как бы… Можно жить. Можно жить. Слушайте, это вообще… Я хочу сказать, для человека такой профессии творческой… Он молодчина просто, я… А, ну, вы вдохновляли, я забыл. Да. Хорошо, значит, теперь… Он начал оттуда искать работу здесь. Да, он начал оттуда искать работу здесь. Я ему помогала… Что он нашел? Он нашел… Несколько было предложений. Один… Художники! Художники! Так, ну… Ну, то есть, тоже в игровых компаниях, соответственно. Одна компания здесь находится в Полуальто. Их предложение он в итоге принял, потому что поблизости, как бы, чтобы со мной быть. Другая компания… Это очень трогательная. Да. Другая компания находится в Навато. Ну, еще… Ну, далековато, конечно. Да, далековато ездить, как бы не получается так, чтобы мы вместе здесь жили. Это постоянная работа или тоже преланс? Это temporary position. Временная. Да. И там почасовая плата. Но я так понимаю, что если он им подойдет, то они могут ему предложить... Но он в итоге доволен, что произошла вот эта перемена, что он уехал сюда из Нью-Йорка, что вот та работа, которую он здесь нашел, может быть, она как-то его творчески зажигается. Он очень доволен, потому что в Нью-Йорке он занимался все-таки не той сферой, которая его изначально интересовала. То есть там были скорее e-commerce проекты, то есть для каких-то интернет-магазинов, баннеры, сайты. Ну, то есть графический дизайн, соответственно, рекламная продукция. А сейчас игры как бы то, что он... А вы, я не знаю, женаты давно? Мы с 2013 года. Недавно. Недавно. Слушайте, ты, наверное, родители молодые, правда? Ну, да. Работают или... Работают. Ну, а что родители говорят? Говорят, уехала дочка, там, некому будет на старости лет стакан воды подать или что говорят? Ну, моя мама очень хорошо относится к тому, что мама... Так. Потому что, ну, она как такая очень открытый человек, к всему новому, очень современная. Вы знаете, что, тут так много людей из Беларуси, что я иногда думаю, что вот там люди, которые там живут. Вот с кем не поговоришь, какой-нибудь родственник в Америке, нет? Тогда она мне уже нашла кучу знакомых. Друзья, в Беларуси уезжайте, оттуда уже дорога прямая. Она уже нашла кучу знакомых. Тут вот и в Redwood City. Она говорит мне, вот у коллеги по работе дети живут в Redwood City, вот съездят к нему гости. Так что тут совсем... Претесен мир. Хорошо. Я вас засек... Я засек ее на кухне у нас. Значит, Юлю. Юля давала кому-то консультацию по налогообложению корпораций. Вы столкнулись с этим просто в силу того, что у вас своя корпорация? Или вы какие-то сервисы делаете по налогообложению? Нет, смотрите, как бы я работала здесь уже, когда приехала, стала искать работу в страховании тоже, потому что мне это близко. Я нашла в офисе... Поэтому сейчас в кадре зацентруемся. Ну-ка, сдвигайтесь сюда. Вот, мы по центру. И я нашла работу в офисе. Там очень многопрофильный офис, что называется. То есть они занимаются страхованием, регистрацией траков и различными аудитами по worker compensation. В общем, там очень многосторонние вообще сервисы разные. И в том числе они открывали корпорации. И, в общем... Это несложно. Это несложно. И консультировали по поводу корпораций. И еще связано с тем, что мы тоже решили, что нам нужно открыть свою корпорацию, потому что вот мы уже различные услуги с различными... Ну, self-employed, конечно. Да, self-employed, вот мы решили открыть свою корпорацию. И я столкнулась просто с тем, что неправильно мы выбрали тип корпорации. Потому что, как выяснилось, в Америке есть несколько типов. Они отличаются по налогообложению. И, например, вот у меня получилось... Я думала, что у меня S-корпорация. А когда мы решили подавать налоги, уже налоги за файл, у меня оказалось, что C. Вот. То есть, давайте я попробую понять, вы реально оказались зарегистрированы как C-корпорация? Да. Хотя думали, что вы S. Да. А как так получилось? Потому что, как выяснилось, нам просто... Ну, то есть, мы подавали, получается, прощение, чтобы стать S-корпорацией. И на штатовском уровне нам это одобрили, а на федеральном не одобрили. Я ребятам два слова скажу. Значит, корпорации бывают... Ну, основные два типа — это C и S. Корпорация S — это такая корпорация, как частное лицо. То есть, грубо говоря, так. У меня есть корпорация, там, Михаил Портнов, там, я не знаю кто, ютюбер. Но налоги эта корпорация платит лично, как я. То есть, у корпорации нет отдельных налогов. Есть корпорация — это как бы еще одно имя для Миши Портнова, который платит свои собственные налоги, как частное лицо, хотя у него вроде бы там корпорация. C-корпорация — это уже серьезная корпорация, которая отдельно платит налоги. Допустим, я заработал 100 тысяч и взял себе 70 в зарплату. А с 30 оставшихся это будет налог корпорации, и корпорация заплатит свой налог. Поэтому вот у нас школа, например, С-корпорация, вот тут, где мы находимся, реально. У нас С-корпорация, но мы стараемся все, что там в конце года образуется, вынуть оттуда в зарплату, в премии, в бонусы, рассчитаться со всеми, кому должны и так далее, чтобы не получилось, что мы много должны заплатить с налогов, с прибыли. Потому что дальше получится, что мы с прибыли заплатим, а оставшиеся начнем тратить. Понимаете? Так вот, люди, да, что дает С-корпорация, у меня поправьте, если я не прав. С-корпорация защищает, ну или, скажем так, типа защищает людей, принимающих решения в суде за те решения, которые они приняли. То есть вот у вас могут быть инвесторы, которые могут быть к вам в претензии. Вот в С-корпорации, они могут судить корпорацию, но лично меня вот не могут судить, как члена там Борда вот этого и так далее. Поэтому многие люди, которые там для ответственности много, они сознательно идут на С-корпорацию, хотя могли бы быть и С. Но там есть тонкости, их могут расколоть с этого С, показать, что они только спонтом С, а на самом деле они С, то есть они действовали как С. Это уже юридические тонкости, я просто общую такую идею, разница между С и С, вот, да, раз Юлия затронула тему просто. Да, там просто на уровне налогопрошения, как правильно Михаил сказал, достаточно разные суммы получаются, то есть, которые нужно в налогу платить, и процентные. То есть, как бы, С-корпорация, она получается, там достаточно большой процент, который нужно заплатить в налоги. Процентов 30. Ну, как, у меня просто... Не помню. Там, по-моему, даже до 40 было на федеральном уровне. Зависит, да. Вот, и у меня в итоге получилось, что у меня на штатовском уровне одобрили С-корпорацию, а на федеральном не одобрили, то есть у меня на федеральном осталось С-корпорация. Вот, и... То есть для уплаты налогов штата вы остаетесь С, а для уплаты налогов тех, федеральных налогов, вы идете как С. Да. Ну, вообще... Да, ну, на самом деле, как правильно, мне уже потом рекомендовали аккаунтинги, то есть бухгалтера, я ходила, консультировалась, мне говорили, что нужно было отзывать эту С-корпорацию и делать С, то есть оставлять... А можно было все деньги забрать, и не было бы прибыли, и платило бы точно так же. Ну, вот, а мне пришлось доказывать, что у меня все-таки С-корпорация, что, как бы, это было случайно, что мы, ну, то есть неправильно зафайлали ее, как бы, по ошибке. И еще есть такой момент, если ты включаешь в состав акционеров нерезидента... Иностранца. Иностранца. Да. То у тебя не может быть С-корпорация. Ну, это LLC, наверное, это делают. Ну, да, так могут сделать LLC, но и С-корпорация тоже так может сделать. То есть у С-корпорации тоже так может быть. А вот в С-корпорации, ну, то есть это не получается. Просто в LLC там они все могут быть иностранцами. Да. Вот, есть такой момент. Поэтому... А вы можете сказать пару слов о налогообложении корпораций? Вот какие налоги вы должны заплатить, как корпорация? Вам приходилось с этим бороться? Я так глубоко, наверное, не знаю. Я подплатила просто income tax. Как частное лицо? Да. Ну, хорошо. Теперь, как вы к нам в школу-то попали? Ну, я понял, что вы наш канал смотрели еще в Беларуси. Да. Ну, первый вопрос. Вы как туда попали-то? Вообще случайно или кто-то сказал? Нет, вообще у меня есть однокрупник из Нью-Йорка. Его зовут Олег. И он работал вместе с Ильей, который у вас учился. О, мой ты господи. Вот. И вот, получается, Олег мне рассказал вначале, потом еще Илья в гости приходил. Мы просто с Олегом вместе снимали паркминг первое время в Нью-Йорке. Это тот Илья, который приехал к нам из Нью-Йорка, который сначала приехал с девушкой, а потом девушка за кого-то вышла замуж. Некоторые вот там сочувствуют и говорят, ой, вот эти девки, они там, ребята, у него такая девушка сейчас, жена. Он ничего не потерял. Ничего не потерял. Вот. Тот самый Илья. Тот самый Илья. Так что мир здесь. Вот. И я впервые услышала от него, получается, от Олега, потом уже Илья рассказал поподробнее. Я посмотрела, начала смотреть канал активно. Вот. Мы еще тогда думали. А как вам пришла была мысль, что вот вы могли бы, что это вам как-то... Вот вы не сказали себе, я не компьютерный человек, я не инженер вообще, я... Какое я к этому имею отношение? Вот у вас не было такой мысли? Ну, знаете, у нас в Беларуси достаточно серьезно развита IT на самом деле. И IT-компании, то есть такие очень прогрессивные компании, куда все стремятся. Я еще в Беларуси, находясь, как бы хотела очень попасть в IT-компанию. Я как хотела попасть... Ну, меня именно привлекала IT-environment. То есть вот эти... Я очень интересую себя ими технологиями, айфоны, приложения, там, различные аппликейшены скачиваю. Потом мне еще нравилось, что у них такой достаточно свободный график, куча праздников корпоративных. Ну, то есть много хороших сторон на самом деле. И я бы хотела вначале попасть в сферу маркетинга туда. А потом просто так получилось, что у меня было распределение, я вынуждена пойти, была в страхование, как бы так все сложилось. А здесь тоже я начала, когда смотреть канал, я в первую очередь подумала, что, наверное, мне не подойдет, потому что у меня нет технического подходящего бэкграунда. А потом я все стала больше интересоваться, зарегистрировалась на ютесте, тоже попробовала себя. Дали продукты, проекты? Да, дали проекты. Молодец. То есть, как бы я старалась, пробовала, но над ней я втянулась, да. Слушайте, а вот такой вопрос, провокационный. Вот, допустим, девушка, которая замужем. Хочется работать в коллективе где девчонки в основном, или где все-таки более преобладают мужчины? То есть, где проще работать, где легче себя чувствуешь? Мне кажется, чтобы были и мужчины, и девчонки. Ну да, но понятно, что всегда есть и те, и другие. Ну то есть, если говорить, что где-то преобладает, или так вот, чтобы порогну было. Ну нет, хотелось бы, конечно, порогну. Проще с кем? Мне, наверное, с мужчинами. Ну хотя я в разных коллективах работала. То есть, там, где я в Нью-Йорке работала, в страховом офисе, в иншурансном, у нас только девочки были. Ну, тяжело так вот, когда ровешь одни девки? Ну, есть моменты. Еще сидят там, там еще вольности какие-нибудь себе позволяют. Нет, ну не то, что вольности. Переодеваются там в коллективах. Нет, ну как бы, есть моменты. То есть, с одной стороны, можно так поболтать, посплетничать, а с другой стороны, как бы, бывают там интриги всякие, там, что-то за спиной. Поэтому, мне кажется, с мужчинами попроще в этом. Хорошо. Такой вопрос. Вот вы уже полтора года в Америке. И как бы, даже можно сказать, что вы первичную адаптацию более-менее успешно прошли. Вы, ну я не хочу сказать, не жалеете, но вы чувствуете какую-то кардинальную разницу, какую-то кардинальную перемену к лучшему, которая с вами уже произошла? Да. В чём? Ну, даже без того, что мы с вами встретились, вот, собрались, вот, 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 даже без этого, вот, в чём кардинальная перемена к лучшему? Ну, просто у меня была какая-то своя задумка, в голове был план, и, то есть, я постепенно к этому плану своему иду. То есть... Секретный план, или там, Барбаросса? Ну, переезд в Калифорнию, это один из этапов. Окей, то есть, а муж даже не знал. Ну, как бы, не, он знал, знал. Давайте я вам, слушайте, давайте вам шапочку. Мне сегодня подарили, ребята, смотрите, какая кубанка. Да. Я же сейчас смотрю. Там очень важно, чтобы было видно вот этот верхний красный. Ну, конечно, даже так жаль. Какой тогда глаз не видно у меня. А мне вот это тоже, это последний подарок, а это предпоследний. Женщина привезла мне из Израиля. И я, так, с одной стороны, типа, царь-салтан такой, а с другой стороны, ну, если из Израиля, так, наверное, я, может, царь-давид. Субтитры сделал DimaTorzok Учебнении 560. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok